здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня собираюсь половить с 11 часов утра и до полной темноты а может быть даже немножко в темноте судака на водохранилище и перед рыбалкой я решил перекусить немножко и вот о том как перекусить я как раз и покажу в нашем выпуске мы будем делать плов из баранины но плов из баранины обычно делается очень долго но мы приспособились использовать скороварку и получается просто сумасшедший плов очень вкусный очень быстрый технология достаточно простая и вот перед рыбалкой как раз я перекусил этого плова и теперь заряженной энергией еду сверлить бесконечное количество лунок еще сегодня собираюсь половить немножко на мормышку если днем сейчас светит солнце в солнце обычно судак не очень любит клевать поэтому я рассчитываю немножко помормышить но посмотрим что из этого получится все двигаюсь погода сегодня солнечно а морозик то 15 градусов не очень удобно для рыбалки и еще не удобнее для съемки однако лед тянет настолько сильно что дома усидеть просто нет возможности рыболовов почти нет сидеть на одном месте без палатки сейчас весьма трудно я же буду все время двигаться постоянно подсверливаться и поэтому скорее всего не замерзну приступаю к ловле несмотря на мороз предпочитаю рыбачить в дешевых строительных перчатках они не сильно греют но зато не дают замерзнуть пальцем кроме того очень важно что чувствительность снасти с такими перчатками сохраняется и я чувствую и игру судаковой блесны и даже самые осторожные поклевки в меховых рукавицах конечно для рук ташкент но вот ловить уже неудобно пока судак не клюет решаю засверлить еще один перспективный затопленный коряжник структурная карта у меня загружена в смартфон обратите внимание что я иду и специально шаркую ногами по снегу сейчас я сначала прошел по структурной карте прямо над корягами я шел и ногами делал следы такие специальные такие как лыжные и сначала прошел а потом по этим следам буду идти сейчас и бить лунки и у меня вот получается вот они следы идут и по этим следам я сейчас буду свердить их получается следы у меня подходит проходит ровно над коряжником здесь такой изгиб бровочки и это бровка вся загоряжена я ее сейчас как раз и рассверлил на структурной карте видно что расстояние между корягами от 3 до 5 метров по этой причине широко лунки не раскидывают чтобы не перепрыгивать коряги обычно я сразу сверлю от 10 до 15 лунок в зависимости от толщины льда это количество и не дает устать и позволяет согреться в мороз после облова этих лунок сверлю следующую серию и так весь день все время двигаюсь и ловлю зависают только в случае поимки судака быстро обловил серию лунок но рыба пока пассивная я его выхолот вижу но вот подниматься к приманке она не хочет все ясно вода прозрачная и яркое солнце нужно сделать перерыв чего судак пока не клюет наверное немножко половлю на безмотылку на чертика дело в том что солнце светит слишком ярко видимость в воде хорошая поэтому сильно сейчас на клюв рассчитывать не приходится надо дождаться хотя бы часов трех сейчас еще только час поэтому пойду по без мотылю у меня уже лунки заготовлены может минут 40 часик по балдею с удочкой и назад вернуть с блесни сейчас глубина под лункой около пяти метров я ловлю на вольфрамового чертика с подвесным тройничком первую проводку делаю быструю и энергичную нужно разогреть рыбу руки тоже должны вспомнить игру безмотыльными мормышками вторая проводка уже прерывистая и с чуть меньше частотой при игре третья проводка относительно плавная с постоянным подъемом а вот и первая пустая поклевка я запомнил на какой частоте была поклевка и следующую проводку делаю точно такую же вот теперь есть первая плотвичка на сегодня мелочь а приятно отпускаю рыбу в лунку и опять продолжаю ловлю морозик чувствуется все-таки на блесну ловить когда холодно гораздо удобнее снова начинаю разнообразно играть чертиком я уже заметил что белая рыба сегодня не хочет отзываться на быстрые частотные проводки а вот относительно плавные проводки ее интересуют однако и быстрые проводки периодически делать тоже полезно чтобы поддерживать у рыбы интерес самое главное это работа на смене проводок сейчас я делаю довольно высокие проводки при этом удильник выходит за пределы видимости камеры такие проводки подтягивают рыбу издалека вот и сейчас поклевка случилась именно верхней части проводки опять плотвичка поднимаю отпускаю и продолжаю ловлю мороз уже ощутимо хватает за пальцы весело конечно но уже опять хочется вернуться к блеснению там-то поклевка так на крючке уже рыба они рыбешка быстро ловлю еще одну платвицу перешаю вернуться на свои судаковой лунки по безмотылить хочется плотно весь день они урывками как сейчас первая же отдохнувшая судакова я лунка принесла быструю поклевку судак на льду но вот заснять процесс поимки я не сумел переставил батареи в камеры после плотвы и просто забыл ее включить прикольно что судак попался в тот момент когда светило яркое солнце и это при довольно прозрачной воде по идее клыкастый должен начать клевать когда солнце почти скроется за горизонтом но в короткий январский день судак зачастую проклевывается именно при яркой освещенности они на зори поклевка судака говорит о том что место выбрано правильно и что он наверняка был не один беру эту рыбу для кулинарных изысков и вновь отправляюсь блеснить возвращаюсь на ту же счастливую лунку перед поклевка первого судака я увидел что там было два клыкастых они оба крутились у блесны но клюнул к моему сожалению более мелкий судак вот я и решил попробовать доловить второго сразу скажу что сейчас до поклевки этого второго судака пройдет около девяти минут первые три минуты блеснения судак не подходил к блесне потом он крутанулся и началась игра в кошки-мышки с клыкастым она продолжалась целых шесть минут мы покажем только финальную часть на которой будет живая поклевка этого судака чего я только не делал и уводил блесну вверх и едва ей вздрагивал и слегка пошевеливал делал очень длинные паузы и очень короткие однако суда кто подходил то отходил но блесну все не атаковал в конце концов опять сработало дразнение без пауз и переход на деликатные подбросы судак перед атакой исчез с экрана это он отошел чуть в сторону чтобы в конце концов атаковать блесну сходу как бы с разбега к сожалению эту поклевку реализовать не удалось но самое главное что рыбу к атаке я все-таки спровоцировал далее я продолжил блеснить до самых сумерек но больше поклевок не случилось хотя судаки периодически интересовались блесной ладно и при таком раскладе рыбалка состоялась к темноте мороз стал чувствоваться уже слишком напряженно я решил отправиться к машине а сейчас как и обещали коротко расскажем как в скороварке можно удивительно быстро сделать вкуснейший плов для приготовления плова нам понадобится примерно 4 довольно крупных моркови нарезанной соломкой 5 среднего размера луковиц нарезанных полукольцами кусочек имбиря и 4 больших зубчика чеснока нарезанных дольками все это лучше заготовить заранее чтобы потом не терять время ставим на огонь скороварку и наливаем в нее примерно 100 граммов подсолнечного масла можно и больше но слишком жирный плов мягко говоря не полезен теперь масло должно хорошенько прогреться сегодня мы будем делать плов на баранине хотя довольно вкусно получается и при использовании говядины свинины и курицы для ускорения процесса отделяем мясо от костей и нарезаем его довольно мелкими кусочками расчет тут простой на плов нужна одна часть мяса одна часть моркови и одна часть лука масло уже разогрелось и в скороварку закладываем мясо тут можно действовать двумя путями первом случае нужно на быстром огне закрыть поры у мяса и сразу же начать закладывать овощи в этом случае мясо в плове будет сочным мы же любим мясо хорошенько прожарить до появления характерной золотистой корочки поэтому никуда не торопимся и на большом огне обжариваем мясо и периодически его перемешиваем вот теперь мясо дошло до нужной нам кондиции закладываем прямо поверх мяса все наши заготовленные овощи аккуратно и перемешиваем и слегка обжариваем именно слегка настала пора налить кружку воды вот только сейчас нужно начать добавлять специи вход идет черный перец зира смесь специй для плова прованские травки соль все перемешиваем и проверяем на вкус тут важно не пересолить добавляем замороженные и порезанные укроп и петрушку опять все перемешиваем теперь чуть-чуть кетчупа можно и без него но лично нам так больше нравится аромат из кастрюли идет просто удивительный хочется прямо сейчас уже начать кушать однако проявляем силу воли и продолжаем два кусочка сахара тоже усилят вкус плова теперь закрываем кастрюльку обычной крышкой делаем малый огонь и тушим все около 15 минут на словах все выглядит весьма долго нудно и трудно однако мы подобный плов делаем уже очень давно и можно сказать закрытыми глазами по сути с самого начала и до полной готовности плова проходит не более 35 минут весьма неплохо для любителей быстро приготовить и вкусно поесть 15 минут прошли очень быстро вот сейчас уже настала пора закладывать рис мы любим использовать длиннозерный и не пропаренный рис для нашего плова понадобится две кружки риса высыпаем рис прямо на овощи и ни в коем случае не перемешиваем если это сделать то рис снизу может подгореть а теперь самое главное вода мы уже налили одну кружку воды сейчас добавляем еще полторы кружки воды и закрываем скороварку под давлением шипеть скороварка должна ровно 15 минут если пропарить рис 20 минут то наш плов уже превратиться в рисовую кашу если добавить воды чуть больше чем нужно то тоже плов будет испорчен короче тут момент очень тонкий и воды лучше чуть не долить чем перелить ждем аппетит уже разыгрался не на шутку и думаешь не о предстоящей рыбалке а о том как бы поскорее отведать свежего плова 15 минут быстро пролетели за сборами на рыбалку пора открывать скороварку внимание скороварка под давлением и сразу открывать ее нельзя это очень опасно необходимо охладить крышку холодной водой под крана и проверить клапан давление в скороварке быть не должно вот теперь открываем все хорошо пробую рис на готовность до великолепно просто идеально только теперь можно плов перемешать этот процесс самый приятный обычный рис прямо на глазах превращается в плов главное теперь умудриться соблюсти умеренность в еде соленый огурец и немного замороженной зелени усилят и без того великолепный вкус плова из скороварки приятного аппетита вот и закончилась сегодняшняя рыбалка было очень холодно был мороз минус 14 15 градусов под вечер начался даже ветер порывами до 12 метров в секунду очень холодно чуть пальцы те отморозил но тем не менее рыба хоть и не сильно но клевала конечно по мармышал словил на безмотылку несколько платвиц ну конечно это все баловство по сравнению с нормальной рыбы коей является судак увидел одну судаковую поклевку пустую одного судака поймал до новых встреч друзья и